Погоня Всем привет! С вами Вадим Казин и сегодня мы рассмотрим советский эсминец 9 уровня под названием «Удавый». Данный корабль вышел в составе целой ветки советских эсминцев в патче 0.5.03. Был очень-очень хороший и буквально совсем спустя несколько патчей был слегонца по нефлин. Было снижено урон от фугасных снарядов с 1900 до 1600 и также уменьшен шанс поджога с 9% до 7%. Потом некоторое время его там слегонца апали, увеличивали угол пуска торпед и там слегонца увеличили ему зенитное вооружение ПВО, хотя не особо-то оно и нужно. Ну, в общем, корабль терпел различные изменения и, кстати, для информации совсем скоро в следующем патче данный эсминец будет опять понерфлен. У него будет снижена перезарядка орудий главного калибра. Ну, в общем, вот такой вот получился кораблик. Поэтому, ребята, сразу вам советую поиграть активно до выхода нового патча, потому что корабль до патча это одно, а после патча это будет уже немножко другой корабль. В общем, вот такие вот небольшие были советы. А теперь давайте рассмотрим те характеристики, которые есть у этого корабля в данный момент, именно в момент записи этого видео. Итак, давайте рассмотрим ТТХ корабля. В первую очередь давайте рассмотрим боеспособность. Она составляет 18800 единиц. Это самое большое значение среди эсминцев девятого уровня. Далее давайте рассмотрим артиллерии. Артиллерия у нас 130 миллиметров. Самое большое значение именно в миллиметрах среди всех эсминцев девятого уровня. Шесть орудий, попарно расположенные в трех башнях. Две башни в носовой части и одна башня в кормовой части. Орудие прекрасное, самая лучшая траектория. То есть вообще орудие ZBS, ZBS, там много раз больших плюсов хочется поставить. То есть этот корабль именно силен не за счет торпедного вооружения, как допустим те же самые японские эсминцы, а именно за счет главного калибра. И главный калибр именно орудия здесь, конечно, очень и очень хороший. Поэтому, если вы хотите играть на эсминцах именно от главного калибра, все-таки я вам советую обязательно прокачивать советские эсминцы. Они чем-то лично для меня напоминают такие мини-крейсера. Но об этом я вам расскажу чуть-чуть попозже. В общем, что тут интересно. Орудие очень хорошее. Дальность стрельбы, кстати, 14,6 километров. Очень приличная. Поэтому стреляйте, радуйтесь, поджигайте, выбивайте модули. Орудие у этого эсминца, это, конечно, позволяет делать с большим-большим удовольствием. Ну, далее давайте рассмотрим торпеды. Торпедные аппараты у нас 533 миллиметра. Это у них калибр. У нас три установки. В каждой находится по пять торпед. Находится дальность хода 8 километров и скоростью 60 узлов. Торпеды есть, 8-километровые. Ну, не сказать, что прям там хорошие, но, в принципе, иногда помогают. ПВО рассмотрим. 48 игровых попугаев. В принципе, самолётики иногда можем сбивать. Но не часто особо не надейтесь на ПВО у этого корабля. Следующее, что мы рассмотрим, это манёвренность. Максимальная скорость хода 42 узла. Ну, честно говоря, это у меня значение с флажком. У вас, если нет флажка, значение будет чуть-чуть поменьше на 5%. Но всё равно, скорость у нас, ого-го. Мы можем догнать любой вражеский эсмин из другой нации. Самое главное, это его только заметить, приметить. И он от нас уже не уйдёт. У нас, кстати, орудия, две башни расположены именно в носовой части. Как раз способствуют тому, чтобы расстреливать убегающие, особенно японские эсминцы, от вас. Именно из орудий главного калибра. Следующее. Радиус циркуляции 610 метров. Это среднее значение. У американца поменьше, у японца побольше. Время перекладки руля у моего корабля составляет 4,3 секунды. Здесь у меня установлена модернизация на поворот. Если у вас этой модернизации нету, то у вас будет время перекладки руля побольше. Следующая маскировка. Заметность кораблей 8 километров. Это самое плохое значение среди всех эсминцев на девятом уровне. Но всё-таки должен же быть у этого корабля хоть какой-то минус. Вот это и есть один из основных минусов. Но в нашем случае я вам советую всё-таки в начале боя не бежать на какую-либо точку. Тем более вы там сразу засветитесь. По вам будет открыт в первую очередь огонь. Поэтому не спешите. И подождите, пока кто-то из ваших союзников на эсминцах других наций спокойно туда зайдёт. Возможно там постоит, поставит дымы. А вы его будете прикрывать на небольшом расстоянии от него. И как только начнётся какая-либо атака, вы сразу начнёте стрелять. И покажете, кто тут на этой точке хозяин. Также я вам советую не заходить на точку, не ставить дымы. И раз вы уж поставили дымы, то не находиться в них, не брать базу. Почему? Потому что когда я вижу вот такие дымы, и когда я вижу, что база захватывается, я просто спокойно туда кидаю торпеды. И иногда кто-то там на моей торпеды ловится. Поэтому небольшой совет. Не стоит стоять в дымах, именно ждать подарочков от других эсминцев. Следующее, что хочется сказать, заметность самолёта в 3,6 километра. Помните это расстояние. Если видите, что над вами летают самолётики, иногда полезно выключить ПВО. Потому что радиус действия ПВО чуть-чуть побольше. И как только начинает работать ПВО, вы сразу начинаете светиться. Поэтому если видите, что летают самолёты, всё-таки я вам рекомендую выключить ПВО. Ну, давайте следующим моментом мы рассмотрим навыки моего командира. У моего командира на первом уровне открыт базовая огневая подготовка. Также основы борьбы за живучесть. На втором открыл артиллерийская тревога. Очень полезный навык, потому что приходится очень часто стрелять. И если вы видите, что данная артиллерийская тревога начинает гореть, всё-таки надо активно маневрировать. На третьем уровне суперинтендант. Для того, чтобы было побольше зарядов дымовой завесы. На четвёртом уровне взрывотехник. Тут без этого никуда. Мы всё-таки часто стреляем фугасами. Особенно по вражеским линкорам, вражеским крейсерам. Что, кстати, не очень хорошо. Поэтому если вы видите крейсера, всё-таки вам советую от них держаться подальше. Но иногда полезным будет поджечь какой-нибудь эсминец второй раз после того, как он починился. И когда он уходит куда-нибудь там свои дымы. Также я открыл усиленная огневая подготовка для того, чтобы увеличить дальность стрельбы главного калибра. Так, командира мы рассмотрели. Давайте быстренько рассмотрим модули. На восьмом уровне у нас имеется шесть ячеек. В первую ячейку это основное вооружение модификации 1. Во вторую систему наведения модификации 1. В третью орудие главного калибра, чтобы быстрее всё перезаряжалось. И в четвёртую энергетическая установка. Также в пятую рулевые машины. Это именно та самая модернизация, которая уменьшает время поворота рулевых машин. Ну и последняя система маскировки. Минус 10% к заметности. Следующее, что хотелось бы мне вам рассказать, это как я играю на данном эсминце. Игру на данном эсминце я бы поделил на три части. Первая часть, она же основная, называется «Не слезься от вражеского авианосца». Ну, я думаю, тут всё понятно. Наши союзные корабли, такие как линкоры и крейсера, имеют мощное ПВО. Поэтому потопить какой-либо эсминец является основной задачей для любого толкового авиаковода. Особенно они любят это делать в начале боя, когда эсминцы вырываются вперёд, остаются где-нибудь в одиночестве и являются очень лёгкой целью для вражеской авиации. Поэтому, ещё раз повторюсь, постарайтесь, пожалуйста, в начале боя не слиться от вражеской авиации. Следующим вторым этапом при игре на данном эсминце я для себя выбрал это потопление других вражеских эсминцев. То есть мы как раз именно за счёт своих характеристик созданы для того, чтобы догонять вражеские эсминцы и их расстреливать. Ну, с японскими эсминцами всё понятно. Мы их догоняем и просто расстреливаем. С американскими эсминцами есть небольшая хитрость. Надо стараться держать от них некоторое расстояние. Примерно от 9 километров и больше. Почему? Потому что если вы приблизитесь к нему на меньшее расстояние, американец за счёт своего более мощного ДПМ, за счёт более скорострельных орудий просто вас расстреляет. И, кстати, траектория полёта снаряда очень сильно отличается. Именно, примерно, до 8-9 километров и больше. Если вы будете держать максимальное расстояние и будете активно маневрировать, то американский эсминец просто не будет вам попадать. Конечно, есть профи, которые уже научились стрелять из орудий, которые установлены на американских эсминцах, но это, поверьте, даётся очень-очень трудно. Советские эсминцы, особенно если мы видим, что это такие, но здесь всё-таки лучше дождаться какой-либо помощи. Пускай это будет помощь хотя бы японский эсминц, который может иногда тоже стрелять и попадать. И тогда вдвоём вам будет легче победить такой же эсминец, как у вас. Но это был второй этап. А третий этап. После того, как вы потопите все вражеские эсминцы, либо вы видите, что они находятся где-то там далеко, вы можете спокойно заниматься тем, что вы будете расстреливать вражеские линкоры, либо вражеские авианосцы. Это, как говорится, самое вкусное. Это то самое, что остаётся на десерт от того, что вы сыграли очень-очень хорошо. То есть, в первом случае вы не слились от вражеского авианосца. Во втором случае вы, возможно, захватили одну-две точки, потопили несколько эсминцев. И третий этап – это ням-ням, как говорится. Стреляйте по вражеским авианосцам, поджигайте. Также линкором, кстати, поджигайте, радуйтесь пожаром. Но на самом деле, когда я играю на тех же самых линкорах 9 уровня, вот самая большая проблема для меня – это два эсминца. Это флетчер, который в дымах, и удалой, который маневрирует. Потому что попасть по, ну, небольшому, конечно, кораблю очень-очень трудно, особенно на орудиях типа Айова там и так далее, и так далее. Очень сложно, и, поверьте мне, мне проще развернуться и уйти от этого корабля, чем пытаться с ним перестреливаться. И это, поверьте мне, очень-очень трудно делать, особенно если на удалом играет очень хороший командир, и он умеет управлять своим кораблем и умеет стрелять. Поэтому, ребята, удалой на самом деле очень грозная сила, поверьте мне. Я играю на нем, он мне нравится. Но также, когда я играю на линкоре и вижу этот корабль где-нибудь напротив себя, то все-таки пытаюсь очень-очень играть с ним аккуратно. Все-таки, надеюсь, на те крейсера союзные, которые все-таки возьмут и его и потопят. Если остаться один на один против удалого, то, поверьте мне, очень велик шанс, что он вас сожгет. Вот такой вот чудный кораблик. Ну, и напоследок давайте подведем небольшой итог по этому кораблю. Честно говоря, кораблик в данный момент, именно с данным потихом, мне очень сильно нравится. Он чем-то напоминает такой мини-крейсер, именно за счет прекрасных орудий главного калибра. Имеется, конечно, торпедное вооружение, причем очень-очень неплохое. Но все-таки орудия главного калибра очень-очень хорошие. Имеется хорошая скорость, мы можем догнать любой вражеский смене с другой нации. Это очень похвально. По другим моментам, конечно, нам стоит остерегаться вражеские крейсера, поэтому не стоит с ними перестреливаться. Нам фугасами наносят приличный урон, плюс очень сильно ломают различные модули, так же, как и мы своими орудиями. Если вы обратите внимание на ленточки сверху, в правом верхнем углу, то вы увидите, сколько я на этом эсминце поломал различных модулей. Кстати, я давно замечаю, что чаще и быстрее, и больше я модуль какой-нибудь сломаю, чем подожгу вражеский корабль. То есть орудия именно такие вот, которые ломают там рули, те же самые двигатели вражеским, тем же самым вражеским эсминцам, также всякие различные установки, ПМК, ПВО, тем же самым крейсерам и линкорам. Но с пожарами, конечно, тут очень-очень трудно. Конечно, пожары есть, но их не такое количество, как хотелось бы, чтобы они были. Но это, как говорится, такое мое личное мнение. В общем, кораблик очень годный, кораблик очень хороший, и, честно говоря, после того, как выйдет следующий патч, я обязательно на нем поиграю, посмотрю, что из него получилось. Но, честно говоря, я думаю, что кораблик все равно будет годный. Да, там чуть-чуть будет меньше стрелять, перезарядка будет другая, но все равно корабль будет очень и очень nice. Все, ребята, спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю вам всего хорошего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok